Какой провал в обороне получается, и вот, пожалуйста, Илья Проскуряков. Еще один опасный момент, у ворот Проскурякова. Илья выручает свою команду. Атака продолжается, опасно, и торпеда открывает все в матче. Витковица атакует, сейчас бы в концовочке выстоять, без лишней нервотрепки. Суетата все-таки случилась, и бросок последовал, правда, точным не оказался. Здесь уже три в одного хоккеиста Витковица выходит, Макаров. Александр Макаров выручил данную ситуацию. Костицын, Руденков, вот в касании! Какой момент! И уже Костицын. Треться по правому краю, хорошую передачу рисовал на Виделя. Ну вот, бросок, и вот гол. 2-0. 2-0, и это Игорь Руденков поражает ворота. Выход 2 в 1. Руденков, в момент у Игоря Руденкова! И 2-0! 2-0 в пользу Игоря во втором периоде этого матча. Оформляет он дубль. 3-0 торпедовцы впереди, забросили две шайбы в неравных составах. Оба раза отличился Игорь Руденков. И еще один момент, и 4-0. Картер Эштон удачно сыграл на добивании. Ну что ж, хоккеисты-бинковицы смогли отыграть одну из шайб в этом матче. Шураков. Руденков получает обратную передачу. Теперь на синюю линию. Макаров поражает шайбу вратарь перед собой. И шайба в ворота. Шайба в ворота. Торпеда отправляет в пятый пол ворота. И это, похоже, еще один представитель «Чайки» Даниил Ильин. Минуту 40 играть в этом периоде. Наброс на ворота. И шайба попадает в цель. Изо всех сил там мешали Илья Проскурякову. Ошибка на своей синей линии. Бросок по воротам. Игорь Руденков. Фамилию Игоря Руденкова. Вы слышите под сводами арены. Игорь Руденков признан лучшим игроком матча в составе Нижегородского торпеда. Игорь, с первыми голами. Сегодняшний вечер запомнится надолго? Да, наверное. В хороших играх партнеры отдали. На пустые ворота забил. Все, что нужно. Наверное, уже пришел в раздевалку. В телефоне наверняка много поздравлялок. Я не знаю, еще не смотрел. Сейчас тренировок. Сейчас закончится игра. Пойду на улицу и посмотрю. Кому посвящаешь эти голы? Да, родителям, конечно. У меня теща 14-го день рождения завтра. Поздравляю ее. И у меня 16-го отца день рождения. Это ему подарок. Знаю, что он мечтал. Хотел, чтобы я уже забивал за главную команду. Надеюсь, я исполнил мечту. Спасибо. Весьма уверенной победы получилась. Замечаний к команде меньше с каждым матчем? Знаете, игра такая сегодня была. По результату хороший матч. Но качество игры с шайбой сегодня, если честно скажем, немножко слабовато сыграли. Ожидал немножко, может быть, лучшие решения с шайбой. Опять же, мы продолжаем работать над зоной атакой, над нашей позиционной атакой. Те ребята, которые слышат нас, у тех неплохо все получается. Те пока не слышат нас, но им пока тяжело. Но мы работаем над этим. Поэтому такой рабочий момент. Мы знаем, над чем работать. Тоже хорошо. Поэтому хорошая победа. Но есть где улучшить нашу игру еще, конечно. Сегодня вы очень много доверяли молодым. И в большинстве, и в меньшинстве постоянно выпускали отдельные комментарии по их игре. Ну, опять же, мы должны убедиться в этих ребятах, насколько серьезно можем на них рассчитывать. И мы будем на них рассчитывать. Они показывают своей игрой, что они являются игроками основного состава. Поэтому, естественно, в их игре еще присутствует очень много вещей из молодежного хоккея. Но они слышат нас. Они знают, над чем работать. Они знают, что от них хотят. И вселяет нас такую уверенность, что эти ребята будут у нас в команде. Первый матч Максима Кондратьева. Сложилось впечатление, что картина он не испортит. Ну, да. Максу немножко тяжеловато. Мне нравится, что он агрессивный. Он может поддержать атаку. Он не боится играть в тело. Но, естественно, ему тяжело немножко понять, когда идет все-таки игра. Ритм игры быстрый. Когда нужно на автомате делать много вещей. Естественно, этих вещей пока он еще, может быть, не готов делать. Это, опять же, тренировочный процесс. Он только пару дней назад к нам приехал. Поэтому по движению, по борьбе к нему претензий нет. Но, опять же, мы продолжаем работать в тактическом плане. Там он тоже должен еще добавить. Но он будет добавлять. Он учится только, я говорю, только в начале пути своего здесь. В целом, по игре общекомандное движение, как вы отметите, по площадке. И скорость принятия решений, и движение шайбы, и движение игроков по борьбе. Мне понравилось. В принципе, я говорю, по движению проблемы у нас не было. Игра с шайбой. А я говорю, мы хотим видеть немножко другую, скажем так, позиционную атаку. Мы на ней работаем. И вот это где-то местами у нас сегодня не получалось. Но, опять же, не у всех. Поэтому в телеком я доволен. Но качество игры нам все равно надо улучшать. Есть над чем работать. Любимый вопрос наших нижегородских коллег на пресс-конференции. Уже определились с завтрашним составом на ночь? С завтрашним? Ну, процентов на 99, да. Еще есть немножко сейчас посмотрим игру. Есть нюансы, которые хотим посмотреть. Но, в принципе, на 99 процентов, да. Но есть время. Еще есть время. Поэтому еще подумаем. Хотим сыграть, может быть, более оптимальным составом. Который может выскочить против Ярославля. Уже, может быть, так далеко посмотрим. Но выставим, я думаю, тех ребят, которые на данный момент дают нам такую уверенность в своей игре. Которые готовы на сегодняшний день. Опять же, до начала чемпионата не так много времени. Тех ребят, которые, вполне возможно, выйдут в стартовый матч с Ярославля. Что ж, тогда пожелаем плодотворной работы сегодня вечером. Завтра на уровне раскатки. И, конечно же, хорошие игры. Все, ребят, спасибо. Всех болельщиков с победой, ребят. Спасибо. Спасибо.